Так, сегодня мы будем пытаться перебивать мой рекорд на карте чемпионата мира 2008 года. Это третий раунд. Моя собственно ручно сделанная карта. Каждый пиксель на этой карте сделан моими собственными руками. Я сейчас буду пытаться обновлять на ней свое время. Вот, это главный телепорт, который ведет к началу карты. Мне безумно хотелось сделать такую комнату. То есть прям вот полноценный старт карты. Блин, я могу кстати довольно много рассказать про то, как я ее собирался делать, как я ее вообще создавал. Но это я сделал в специальном обзоре. Когда халва. Карта халва или игра халва. Так, сейчас проверим, все ли у нас работает, все ли включено. Так, тень есть. Так, а что у нас с чекпоинтами, кстати? Они отображаются вообще, нет? Так, дро, дро, деф, дро, не, подожди. Деф, дро, чекпоинт. О, теперь отображается. Странная тема. Если хотите, я традиционно поначалу, ну вот пока вот только пришли, покажу карту медленно, чтобы было понятно, что на ней происходит. Ну, кто-то, возможно, не видел. Кто-то вспомнит лишний раз. Надо показывать или просто задрачивайте вам похер. Что за игруха? О-о-о, new fuck в чате, добро пожаловать. Вы что, из 70-х? Точнее, из 3-го тысячелетия. О чем вообще? О-о-о, братан. Это путь в другой мир. Если я начну тебе рассказывать, обратного пути уже нет. Кому показывать, ребят? Вот один человек просит показать. Для одного человека мне показывать не очень интересно. Мне хочется показать для большей массовости. Так, текстура. Детализация. Quake 3, что ли? Ха-ха-ха! Quake 3! Dota 5! Боже, откуда вы такие нубы, а? Ха-ха-ха! Не обижайтесь. Короче, показываю карту. Ну, пока первое прохождение медленное. То есть, большая комната. Нужно пройти карту на время, естественно. Для тех, кто нубасей, есть специальные методы. Такие, как дополнительные гранаты. Так, это у нас... Ага, раз, два, три. Далее нам нужно забраться наверх. Вон туда, на второй этаж. Все примитивно и просто. Ой, не получилось. Мне не хватило высоты. О, заново. Не слишком подробно? Ну, как это? Достаточно подробно, чтобы было ясно. Так, сейчас будем пытаться. Ага. Далее есть две кнопки. Сейчас. Блин, вот нахера я это здесь сделала? Я сделал это так. Я же мог сделать ровную стену. Ладно. Короче, это кнопки. От них можно отталкиваться гранатой. Вот таким вот образом. На расстоянии. То есть это прибавляет скорости. И далее мы идем в телепорт. Следующий. Тут еще одна комната, в которой тоже есть дополнительные комнаты. Где лежат всякие скелеты с оружием. Пушки. Вообще, вот этот шейдер должен двигаться очень красиво, анимационно. То есть, это... С одной стороны она должна двигаться вверх, с другой вниз. И получается очень прикольный эффект, как они перебираются в обратную сторону. Дальше идем прямо. Поворот направо. Ну, как бы очень наглядно показываю. Прям гипер. О, дальше с плазмой поднимаемся наверх. Оказываемся на следующем этаже. Блин, я так подробно еще давно карты не показывал. Даже самому интересно стало. Здесь есть лифт. Блин, мне сейчас пришла в голову идея использовать этот лифт для прохождения. Чтобы он тебя быстро поднимал на верхний этаж. Там что-то происходило. Блин, прикольно. О, тут написано ДФВЦ на потолке. Это еще один скелетон. Здесь мы ябну перепрыгиваем и дальше идем в финальный телепорт. В самую последнюю комнату, в которой финиш находится вон там наверху. Ну, и чтобы в него попасть, нужно зайти вот в этот телепорт. Все. Вся карта. Я не помню, тысяч 15 или 20 тысяч деталей. То есть, вот каждая штучка, каждый пиксель, это деталька. Каждая деталька, каждая лампочка. Провода вот эти вот. Каждая боковинка, каждая грань, каждый угол. Каждый объект, который разрезан определенным способом. Вы узнали, сколько времени я вот эти вот... Сейчас в телепорт зайду. Сколько вот эту штуку я разрезал. Сейчас, не знаю, с какой стороны выше смотреть. А, во, отсюда. О, прикольно, кстати, как моя тень скроллится, масштабируется. Блин, не посмотри, как прикольно, прикинь. Вау, я такого не видел. Годно. Оригинально, оригинально. Ну вот, все. Эту карту мне надо задрочить и поставить хорошее время на ней. Мировой рекорд на ней 2008 года был установлен в 2008. Так. Оооооо, это мое прохождение. 13-летней давности. Не, не, почему-то не сейчас, это на обзоре Блин, меня тогда мой соклан перебил 26.0 Короче, вот так вот я проходил 13 лет назад Нихера себе резкий Дерзкий Мышка Genius Sense35 Господи, я даже минус прыжок смог сделать Тогда еще не было бустов, я не умел их использовать Они тогда только появились в районе этой карты 35 сенс 35, чуваки Как же меня трясет Аж стрёмно Поднялся плохо Скорость в конце 133 километра, это мало Надо выдавать под 150 И сейчас мы будем его обновлять Со стрёмом, конечно, это сложнее делать, чем без Когда полная фокусировка внимания идет только на игру Я так не трясет, потому что у тебя сенса другая И мышки более высоко DPI-ные А раньше-то они Ой, какая булочка в чате классная Это же булочка Что-то хи, ты где такую булку отжал? Даже лазерные мышки раньше были Оптические Опа Сосиска в тесте Еееееее Похоже на булочку Много-много попыток нужно для получения хорошего времени Прохождения карты Первый чекпоинт Мне явно не нравится Он какой-то странный Его можно сделать Может, я плохо выхожу из телепорта? 126 км, это мало Можно больше Ну-ка 90 км, вот первый раз хорошо Второй раз я отстреливаюсь плохо О, 133 Это гораздо лучше Так, тут есть некоторые ступеньки Надо тогда отталкиваться вниз, наверное, немножко Фабио, я спрашиваю Бородка Он сказал, что сейчас турнир будет перенесен, скорее всего По понятным причинам Оооо Это было неплохо После этого трека уже заказанный хотите? Но если вы готовы на это Если вы согласны Я готов это обдумать Не хватает немного расстояния здесь Слишком сильно отталкиваюсь рокетом Оооо Ооо Ааааааааааааа Вот это будет жестко Ладно, давай, после этого трека включу ваши заказанные Можете заказывать Просто когда очередь из треков будет, уже гораздо легче Чтоб не альтабаться по 300 раз Так Максимум, не знаю Бустить же от кнопки нельзя, наверное, да? Или можно? Дело не в том, кто не может играть Дело в том, что, скорее всего, могут играть не все Ну, потому что Украинцам сейчас немножко сложнее делать Какой топ-1 вообще мира? Да хрен его знает Базу демок надо смотреть, скачивать У нас есть дифрагеры, которые Придумали клевую тему Да, Побел У нас дифрагеры придумали тему Они собрали все карты Воедино в один архив Залили его И теперь любой человек может в дифраге взять и скачать все карты То есть раньше приходилось по одной скачивать А вот кто-то вот из наших ребят Из моего клана Додумались сделать архив И такой же архив мы сделали с демками Там просто килотонны демок от разных людей На разных картах В общем даже написали специальную программу Которая убирает все демки, которые присылали люди И на каждую карту остается там только одна демка С самым лучшим прохождением То есть это как такая всемирная база рекордов дифрага Очень крутая тема То есть можно спокойно Играть Кстати советую скачивать дифраг Потому что без интернета играть мало во что вы сможете А вот в это дело Можно играть очень долго Ну я думаю 1020 карт вам хватит Для ознакомления с игрой Как же мне хочется пофиксить карту Вы просто не представляете Мне даже снилось как я заходил в редактор Чувак Я испугался Апатик Тысяча Есть же что-то прекрасное в этом мире Ееее Спасибо Апатик большущая Спасибо огромное Мен Мы тут в аптеку зашли Закупились немножечко наперед там Ну самыми Самыми такими необходимыми вещами Знаете во сколько это вышло ребят Мне страшно называть на самом деле Спасибо Апатик гигантская Ты продлеваешь жизнь О хорошо Но есть только один сложный элемент Который появился Как раз буквально За пару недель до Моей карты То есть по сути я Практически создал карту Но не благодаря которой появился Трюк в игре Новый Но он появился Он был реализован Прям на полную катушку Именно на моей карте И на первой карте Этого чемпионата 2008 года Вот как раз С этой плазминкой от пола Ранее до этого момента Никто не знал вообще Как этот трюк использовать И что он вообще существует Хотя в дифраге Он всегда существовал Просто никто о нем не знал Так погнали Заказанные треки Все играет ваша музыка Энтони Сейчас будет Нед Скай Который ты заказал Давай сначала Нед Скай поставлю Сейчас Нед Скай Нед Скай Ой тихо 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 Плюс чат Если вас бесит сервис И который выкручивает Громкость на максималку Вне зависимости от того Хотите вы этого или нет Когда вы первый раз заходите Умм生 Умм Умм Так Где там? Где NetSky? А, вот, NetSky Все, не путь Сейчас, что можешь что-то заказывать, если хочешь? Why? Как приятно Сейчас там Что-то кто-то написал Александр, это очень некорректный вопрос Я бы задал тебе более некорректный, но Не рискнул Не знаю, как ответить на подобный Месседж Не, ну целый альбом нет Учитывайте, что стрим-предфрага у нас часа на 2 Может быть на 3 Блин, прям вот не хватает расстояния У меня ракета слишком сильная Меня отбрасывает вперед Я не успеваю выстрелить второй раз ракетой То есть мне приходится не в полную силу Использовать свой ракет-джамп От стены Не ракет-джампа, а ракета от стены Нужно понять, она короткая или длинная А, то есть я из-за того, что сделал ее угловой Я отстреливаюсь Я не успеваю выстрелить Я хочу выстрелить отсюда, но не успеваю Блин Ну тогда мне хватало расстояния Тоже знал, что мой скил вырастет Действительно Турнир когда будет? Фабио, не я его организую Че ты меня спрашиваешь? Спрашивай того, кто занимается организацией Я отвечаю за свой турнир 6 числа И то он, кстати, не мой Двадцать шесть Мало Тридцать три Не хватает высоты Че за турнир? Да забей, он отменен Лес об на ГГ, ты бы о нем знал Там просто чуваки проводят турнир в Гугл Доке В 2022 Как будто больше нет сервисов для этого Есть шикарная старая программа Ей двадцать лет Называется Tourney Master Для проведения турниров Там даже, по-моему, таблицу можно выгрузить в HTML По-моему Очень клево О, слишком сильно выпрыгнул Не подсматривать, какой трек заказал Слушай, да я думаю, я скорее всего легко угадаю Ладно, не буду подсматривать Блин, тут ракету надо прям ювелирно поймать Так, нет, выпрыгать не получается Скорости хватает У меня очень большое желание открыть редактор Прям вот вспомнить, как им пользоваться Найти мапфайл Если он, конечно, еще сохранен Но должен я папку берегу Вот что перестало получаться Вот получалось и перестало Начал много думать Так, перестань думать, начни делать Думать ты любишь Вот делать надо Созданный архив И мы скоро эту сборку дефрага дополним Для тех, у кого линукс Чтобы люди на линуксе могли без проблем запустить ее Просто очень много любителей квейка В области IT-технологий Программирования и так далее Эти люди часто сидят на линуксе Много кто, точнее Вот, и дефрактовый нужен На этой операционке Яблочники? Ну, я сомневаюсь, что кто-то в здравом уме играет С яблока Ну, в данную секунду яблоко уже не актуально, как минимум А то, что кто-то играет с яблока в дефраг Ну, я Как-то с трудом в это верится, если честно Очень сомневаюсь, что такие существуют Может быть, пара человек, если что-то Блин, я понимаю, почему я нихера не слышу Потому что я не слышу ракету Нужно слышать ракету Если музыку будет не слышно за звуками игры Вы мне скажите, я попробую отбалансировать Сама, закрой дверь, пожалуйста Я бы вот сорвал попытку, когда ты прошла Нет, ты здесь ни при чем Это я виноват Спасибо большое Отвлечь может любой фактор Не знаю, там Чих Открывание двери Там, не знаю Звонок домофона СМС телефона В самый неподходящий момент Потому что в дефраге нужна 100% концентрация Каждый миллисекунд для игры Обратите внимание, с какой скоростью вообще все происходит 138, неплохо Ну, лучше скорость меньше Но эффективность выше Мне еще нужно ракету запускать Не сразу, а запускать заранее Так, а могу ли я Нет, так не получится сделать Или получится Да не, вряд ли А может и получится Хотя бы разок надо, чтобы так получилось Блин, ну давай, давай, давай Слишком сильно отталкивает от стены Не успеваю оттолкнуться Так, высоты не хватает Нужно больше ставку на высоту Блин, неправильный угол отскока Мне, по-моему, не хватает Так, слишком я высоко подпрыгиваю из телепорта Ну, блин, так Можно, конечно, переучиться Но тут еще с линии старта надо заморачиваться Чтобы и не коснуться Просто линия старта Находится вот здесь Довольно близко А прыгать надо вот буквально около нее Чтобы Хватило дистанции Сейчас Раз, два, три, четыре Так, стик оставляем Вот, поэтому Мне легче прыгать вот от самой стенки То есть прям касаясь стены Вот так вот Вот если бы мне вот это вот начало Если бы мне вот хватало расстояния Выстрелить рокетом Об эту штуку Я бы уже вот Каждая моя попытка Которую я вот зафейливаю В начале игры Это происходит Из-за того, что Слишком короткий коридор Вот, минус попытка Минус попытка Блин, лол Так, а здесь что происходит Здесь я врезаюсь Немножко в угол этого стекла Тут стена гладкая, ровная Блин, а вот я не помню Тут же мне ракету дают Да, мне дают ракету Ага Я сделал так, чтобы Ракета Не могла пролететь Между вот этими колоннами И попасть Грубо говоря В дальнюю часть стены То есть визуально Стена выглядит как бы С дырками А на самом деле Она Плотная Визуально показать не могу Так Да Ладно, пробуем еще раз JustGamer, привет Как там твои фраг Скиллы Так Ракету получается Ловить хорошо Но иногда не хватает высоты Потому что Ловлю наверное Не идеально Сколько денег Надо заплатить Стране Чтобы она Перестала Названивать Дозвонами Автоклон-центров С роботами С рекламой Всякого говна Вот интересно В Европе Такое вообще разрешено Или это только Вражки возможно Причем не важно Новая у тебя Симка старая Всем плевать Олд ДСЛ А че не Дисней Ольф А, прости Просто я думал Ольф Дисней Прям так и Напрашивается Какая у нас Мода на русские Ники О, хорошо О, хорошо О, хорошо Ооо Отхожу от ДФЦ Все еще Ты че гонишь Пора заходи, играл в беорекорд на Боу Хай Вэй. Слушай, ну Боу Хай Вэй, уродская карта с 3 поворота и 2 рампы и длинная прямая. Как можно в таких скучных картах играть? Просто не представляю. Она же скилл вообще не тренирует практически. Мало того, что там перелетается половина всего, во-вторых, весь геймплей заточен на одной рампе, на которую тебе надо попасть, которая тебе позволяет просто войти, грубо говоря, в клею траектории. Блин, ну ХЗ. Я называю такие карты однопиксельные. Блин. Вот как? Как? Почему? Зерк, ну зачем ты так сделал? Зачем? Мне было лень, наверное, стену двигать, чтобы сделать ровную гладкую стенку. Я решил воспользоваться клипом. Блин, надо это убрать. Надо реально это пофиксить. Так, 90. 133. Первый чек-поинт плюс 100. Больше, наверное, выжить не получится, скорее всего. 34. Драма спокойный. Какой драма спокойный. Я уже практически готов вот сейчас вот плюнуть и реально запустить редакторы и откомпилировать карту заново. Я не помню, как это делать. Мне придется разбираться хренову тучу времени. Это настолько хочется сделать, просто не передать. Все, о чем я думаю во время прохождения, это о том, как карта должна выглядеть иначе. А я должен думать о том, как поставить рекорд. Просто когда ты вот 23 минуты, за 23 минуты ты проходишь карту до финиша два раза. Блин, это начинает прям давить. Поэтому очень большой плюс в том, когда любой новичок может легко завершить карту до конца. Не келяясь при этом. Так. Соберись. Я не поймал сейчас ракету? Ну-ка. Ну вроде движения-то у меня резкие, достаточно точные. Вроде даже быстрые. 132. Да блин, ну... Ну че мне, выпрыгивать вообще как инвалида, что ли? Вообще кнопки не нажимать. Вот лишь бы вписаться... Я даже треть силы использую, все равно не могу. Я очень сильно отталкиваюсь. Ну-ка. Может надо еще слабее? Блин, так не хватает высоты. Как мне кнопки надо нажимать? Вот так что ли? Нет. Минус. У меня должен быть плюс. Должен быть плюс 100. О-о-о-о. Так, меня уносят слишком сильно от ракеты влево. Значит мне надо как-то сбалансировать это дело. Так, я выпрыгиваю в сторону. Мне нужен выпрыг. Опять не хватает высоты. Какого черта? Мимо. 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 Без буста? Ты чё с ума сошёл? Буст даёт сразу 90 км в час. Так можно без буста перебить рекорд с бустом. Ну точнее оригинальный рекорд он был тоже без буста. А, я кстати так и не посмотрел сколько был рекорд на 2008 году. Так, компетишнс, КПМ. 25 480, поляк, Мичио. Салюты. Так, первый щикоинт у него минус. Второй хороший плюс. Больше 200. 89 км на повороте. Плазма. Ой, жесть. Это один из лучших польских игроков. Который даже угол с плазмы в то время на чемпионате мира, выиграв первое место, делал неправильно. Хотя дифрага на тот момент было, ну где-то лет 7-8. Он неправильный угол даже с плазмой поставил. Даже чемпион мира в то время, приколитесь? Даже чемпион мира. Причём настолько неправильный это... Как будто вообще нуб какой-то с плазмой играл. Ну, этот чел больше с ракетами, конечно, умеет управляться. Он хорошо играет с рокетами. На рокетах он мне надирал жопку периодически. А с плазмой такие чуваки играть, как правило, вообще не могут. Зато у них есть всегда отмазка. Мне не нравится. Ну, сам трюк с плазмой там детский. То есть, это реально ребёнок его может выполнить. Снопку вперёд нажал, выстрел нажал и... Опустил вот так примерно. Вот. Где вот у меня тень начинается. Хотя бы даже где тень. Ну, когда ты правда плазмишь у стены, там тени нет в этот момент. Но для этого есть вот специальная вот подсказка. Вот. Куда нужно наводить прицел. Ну, где-то в этом радиусе. Семьдесят. Семьдесят один. Скр. Ут. Ут. Пич. Семьдесят два вообще, наверное. Семьдесят один. Семьдесят два. Семьдесят два. Семьдесят один. Короче, не ниже, чем эта штука. Да. Самое главное, не ниже. Выше, если можно, то только чуть-чуть. Короче, плюс-минус миллиметр. То есть запуская ракету, я жду пока она до меня долетит. Вот. И должен выстрелить в пол, как бы, в тот момент, когда она взорвается в стену. Вот. Мне нужно поймать ее. Ловлю я ее исключительно по звуку и по ощущениям. То есть я не разворачиваюсь, не смотрю на нее. У меня нет времени на это смотреть. У меня нет времени на это смотреть. Катеринский с щитами. Так. У меня нет времени на этом. Я не буду превращать свою карту в задротство одного трюка. Мне нравится проходить карту комплексно Если бы это был чемпионат Да, я бы так сделал, скорее всего И то не всегда, кстати, я к этой методике Думал, как сказать слово Думал, какое подобрать И в итоге не смог решить, в итоге вписался И не смог скорректироваться Поэтому, когда играешь, говорить очень тяжело Короче, когда нужно скорректироваться По Направлению движения С учетом Что есть минимальная скорость Которая тебе нужна, чтобы войти в тот поворот, где я сейчас врезался Это 88, наверное, км Если я не набираю 88 км То я уже начинаю чувствовать, что я не долечу Но я могу попытаться дожать Чтобы не упасть перед плазмой вниз Ой Вот сейчас, если бы попкой вот эту штуку не задел Хорошо бы вот так вот оттолкнулся прям мощно Но буст получится определенно Вопрос с какой попытки А есть еще и с карты, ну там В несколько раз сложнее На которых тоже есть один элемент, который определяет всю карту Ты делаешь этот трюк правильно? Все, ты карту проходишь Не делаешь заново Такие карты, конечно, отвратительные Карты одного трюка Первый чекпоинт вообще плюс 150 Только первый У меня был рекорд 26,0 Я отстал от первого места всего лишь на полсекунды Не помню, какое место занял Там таблица чемпионата мира 2008 года еще пока не восстановлена На текущем сайте По чемпионатам мира Прочишь меня переключиться Зачем-то Более во время отдыха нужен отдых Что такое отдых? Это разгрузка мозга Ну или мышц Разгрузка себя Она на нее необходима, чтобы перезагрузиться Чтобы восстановить носительные процессы Которые тебе Нужно сделать О, блестящая ступенька Последний раз, когда я делаю ступеньки вверх Так Блин, очень классный драм Спасибо большое Где вы такое находите? А, это А, это ютуб рекомендация? Liquid Drum on Bass Mix 60 А, я думаю, это заказная музыка играет Простите, простите Все Так, я включил заказное Можете жарить Энтони, расчехляй Если вы вдруг моргнете Вы можете пропустить рекорд Например, прямо сейчас Блин, всю плазму заюзал Я уже Немножко получше карты ощущаю Жизнь меняет людей Даже вы сейчас Когда смотрите вот это Да, блин Даже это вас немного меняет Все вещи, которые вы слышите от меня Они вас тоже меняют Блин Пауза, 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 пауза Большая пауза Позже стрелять Я же каждый раз стреляю в разное время Не с точностью до миллисекунды Я наношу выстрел В стену Тогда вопрос Как надо делать так, чтобы получалось стабильно? Я начинаю копать У себя в голове Что я должен делать, чтобы получалось стабильно? Как я должен нажимать кнопки Чтобы это получалось легко? Где я совершаю ошибку, которая влияет на мой результат? Блин, логическое мышление Это так интересно Ты будешь поучаться уже твою мать или нет? Короче, предлагаю какой-нибудь фонд, я не знаю, организовать Типа Блин, вообще прикольная идея Типа, зрители кидают деньги, например, в корзину И, типа, если я обновляю рекорд, который я хочу обновить Например, если у меня получается это сделать Типа, я забираю деньги Если не получается, то либо переношу стрим, либо Переношу стрим Фонд я жажал Да-да-да, типа того Ну, вообще, идея интересная Как бы, это даже Прикольная альтернатива обычному Донату Просто не знаю, насколько это вас должно мотивировать Кого-то определенно Ну, самый сегодня приколен Блин, я придумал, как связать, короче, чемпионат мира по дифрагу С передачей самое слабое звено Блин, офигеть идея царская Надо стабильно касаться земли прямо у самой стены Чтобы не тратить время на прыжки на месте Я не трачу время на прыжки на месте Я касаюсь пола прямо у стенки Просто Когда я делаю задержку и выпускаю ракету позже, чем надо Я могу не успеть ее перезарядить И надо понимать, что моя моделька должна встать Успеть подняться Это Пол Окинфолд играет Пауль О Окинфолд О Окинфолд Ну я Окинфордом его называю, мне так легче Вроде ловишь хорошо, а высота тоже может быть не идеальной Зависит от того, куда ты ее запускаешь Ох, вот я взлетел как бог просто Даже бог бы не взлетел так хорошо, как я сейчас Но 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 Блэд А давайте посмотрим, как у меня так получилось Технически разберем этот момент Что я сделал такого волшебного Чтобы так круто это исполнить Ready, steady, go Да Ой, прям Прям от Ой, от пикселя О, посмотри Ты просто глянь, а Жеванный торт Просто Просто посмотри Я могу по одному кадру вообще показывать картинку Я еле-еле успеваю оттолкнуться Какой трек был твой? Блин, я просто не знаю, сколько людей заказывают И какой из них именно твой Но Спешу предположить, что Блин, я Я оттолкнулся от боковинки То есть не от стены, а от боковой грани Вообще, которая под другим углом находится Вообще, кнопку W здесь можно, наверное, отпустить Да Как я вообще отстрелился от этой херни? О, а теперь самое главное Куда я стреляю? А вот хз, куда я стреляю Точнее Хз, куда я выстрелил Она сейчас летит мне прям в задницу Так, я касаюсь пола Моделька вот сейчас моя опустилась Вот летит ракета Становится все Экран более желтым Вот ракета Я опускаюсь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Пятнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать Я выстрелил с точностью до одной тысячной секунды Одновременно со взрывом ракеты Поэтому я подлетел так четко Круто С точностью до тысячной То есть просто прекрасный влет вверх И я такой лечу Э, я не понял, а что музыка кончилась? И вроде как хорошо поворачивал за угол Начал здесь скорость как-то пытаться набирать О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Могу включить свою какую нибудь порношку А то мне нужен немножко драйв, а без драйва никак Пустимать же надо Энтони? Не понял, это где? Чё звуки? Так, кто жигуль заводит? Старый Так, стоп, 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 где звук-то? Чего? У меня показывается страница, что трек воспроизводится, но на самом деле его на странице нет Чё это за звуки? О, Фэрри Корстен Я был, кстати, на его концерте, он приезжал в Москву на трансмиссию Блин, вообще охеренно чего играет Транс-диджей Как дела у тебя? Играю в дефраг Играю в дефраг Надеюсь Поставить время хорошее Сейчас вот скоро пойду В банкомат Снимать заработанный за сегодняшний стрим тысячу рублей Потом пойду в магазин Ох, ядрить Бллллюлллайка Тут угол с плазмой сильно решает От моего Стрейфа? А-а-а! Это тот самый трек! Только что-то какой-то модифицированный. Слушай, это вообще из детства, из транскомпозиции, наверное, одна из таких самых-самых-самых... Одной из легендарных мелодий. Для тех, кто любит электронную музыку. Бега уже не такой активный, как раньше. Слушай, он уже как... Три года не такой активный, как раньше. Здорово, но ума. С возвращением. ТК, кстати. Старкраф давно играл, а последний раз? Вот это жесть! Вот это да! Блин! 89 км! Блин, если я выжму 90, это будет вообще экстазно. Но вот здесь немножко... Чу-чуточку волнуюсь. То есть этот угол надо срезать. Не слишком далеко, не слишком близко, но его надо срезать. Вот так вот, как бы, насквозь него пройти. Еще немножечко освещения не хватает. Я плохо вижу этот сам угол. Мне вот здесь бы яркости добавить. Ого! Ого! О, теперь стало посветлее. Вау! Как... Как ярко-то оказывается все. Да, так подсветка гораздо лучше. Наверное. Скорее, она более равномерная. Давайте сравним. Смотрите, вот сейчас есть первый показатель. Есть... Второй. Ой, как тускую, неинтересно. Добавить яркости! А можно еще добавить интенсивность освещения. Ну, сейчас, правда, глаза у вас вытекут. Ну, да ладно. Чпок! Ну, это прям совсем все ультра насыщенное. Так, вернем интенсивность назад. О, оставим пока так. Рана. Вот круто будет, когда я буду длинные карты играть на рекорд. Там будет поинтересней. Точнее, точнее, еще интереснее. Не получается ловить так. О, его? О! ПОРСИЛИНСКАЯ ЗА. О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну кто этот трюк придумал? Самое главное, что я знаю, кто его придумал, кто его всем показал Зачем он это сделал? Дифрак был замечательный и без него Прекрасный ламповый... Блин Отличный дифрак Так что отчасти это карта историческая Не такая историческая, как моя карта 10 года Там-то вообще отдельная история Феерическая, я бы даже сказал Согласен кишаков Поддерживаю Так, это минус Стоять нельзя О-о-о-о-о Да есть же, блядь Да, ёп твою мать Тридцать четыре Тридцать четыре Семь десятых Вот это охудеть На секунду, сука И две десятых Ничего, как я бустанов Как я бустанов Все видели, как я бустанов О да, все видели, как я бустанов Все Мне хватит Ядрить Плюс сто, плюс двести Плюс триста, плюс пятьсот, плюс восемьсот Плюс секунда, плюс секунда двести в конце Все чекпоинты плюсовые Эскалировались выше друг друга Все до единого Хорош Вот это я прям очень доволен Даже первый чекпоинт не облажался Потому что если первый чекпоинт, например, сейчас был плюс ноль Или минус Во-первых, нет смысла продолжать Если он настолько плохой Но я еще и из него плюс выжил То есть даже в самом начале Вот я сейчас попробую пройти Повторить то же самое Ну, естественно, я смогу Но будет это уже гораздо сложнее Прям вот гораздо Так что очень жду, ребят Что вы посмотрите обзор, который я буду делать На стриме Во время Ну, я думаю, в марте я уже пообещал это сделать Будет обзор на эту карту С более детальными рассказами Я еще подготовлюсь немножко Технически Повспоминаю некоторые вещи Вот Будет обзор полностью всего чемпионата мира 2008 года Заново всех карт И в отдельном видео будет вот эта карта обозреваться Ну, как каждая карта в отдельности Для удобства просмотра на ютубе Эй, чувак! Чувак! Скоро будет Чувак! Чувак! Спасибо, патик! А-а-а-а! Ты шуришь? Апатик тысяча С ними две Заслужил Блин, братан Спасибо большое Я предлагаю На таких позитивных Нотках Я очень рад, что я смог это сделать Я хотел вам показать сейчас Старый рекорд Еще раз Как это выглядит вообще Вот по сравнению с 2008 годом Вот Первое место 25,4 От поляка Увидите Можно посмотреть Сколько времени он простоял на земле Это важно Сейчас посчитаем То есть он выстрелил практически сразу Как коснулся чекпоинта Он высоковато запустил ракету Тогда во время этого рекорда И Из-за этого ему пришлось раньше прыгать Делать под себя руки джамп Спасибо большое, апатик Ребята, я очень благодарю вас Правда Как никогда это важно Красиво взлетел Опа! Он отжал у меня 100 миллисекунд 130 Он прошел вот эту комнату На 1 десятую Быстрее меня Сейчас у него будет Минус Да Минус 1 десятая Он прошелся здесь пешком Потому что чуть хуже Дострейфил Плюс его вот эти углы с плазмой Невероятные И... Оу! Я даже бустанул сильнее него Ха-ха-ха! Ну все Я себя вдвойне зауважал И он отталкивался, кстати, от световой стены А не от темной Е-бой 2008 год Давай, я крут Да Так, это мое прохождение Тех времен Донатного стрима Спасибо, Саш Привет Офигеть 11 лет назад я сделал 13 лет назад я сделал те же самые чекпоинты За исключением стрейфа Ну и сейчас будут лютые минусы 26.0 Слушайте, давайте текущую демку посмотрим Че там вообще на ней происходит Так, сколько мне времени потребовалось? Когда я там начал стримить? Час? Полтора? Ну-ка Так, как было до этого? О, в предыдущей попытке я прошел вторую комнату еще лучше, чем в текущей На 50 миллисекунд Плюс прохождение того чувака на 130 миллисекунд быстрее Ну, короче, рекорд можно еще миллисекунд на 200-300 улучшить Но это песец извращения Это прям ультрапот А вот это уже текущее прохождение, кто успел Кто моргнул Кто не увидел 93 километра развил на... Перед телепортом Здесь было ровно 89 Угол с плазмой сначала не тот поставил Ох, хорошо! Есть предположение, конечно Что ракетой одной можно как-то по-другому отстрелиться Надо проверить эту теорию Ага, здесь нормально, я выстрелил Так 4,2 я у стены 4,2 Блин, я получается довольно долго стою Здесь можно 100 миллисекунд отжать 100% 200 это прям впритык Это как-то даже, не знаю Это, наверное, идеально даже будет выглядеть Или нет Да, 100 миллисекунд здесь можно отжать Если раньше прыгать И стрелять под себя ракетой Да Че там я? Как там? В снабзоны попадаю, ваши любимые? Попадаю А, вот здесь передержал Так, стоп Аааа Нужно вообще раньше, раньше, раньше опустить эту штуку Да, вот здесь тоже простояло где-то 50 примерно миллисекунд Первый выстрел был самый отвратительный Первый выстрел в стену Задает Ну, первые патроны, которые вылетают из твоего оружия Когда ты у стены стреляешь с плазмой вверх, чтобы подниматься Они задают как бы инерцию и темп Скоростью подъема твоей модельки И в данном случае самый первый выстрел я облажался на 20 градусов На 20 Второй выстрел тоже на 20 градусов На 18 Боже, что же из-за нуб-то И третий выстрел Четвертый Пятый Че за нубас играет? А, нет, подожди, не на 20 градусов, че я несу-то На 5 Пардон, пардон, 20 градусов это вообще половина экрана И свалю в оффлайн пока? Не, пока не ухожу Так, теперь самое главное Вау Не шутя Вот, мне вот здесь дают ракету Но я не могу Эту ракету не использовать Не от стены То есть, если я прямо сейчас выстрелю себе в пол У меня будет скорость Но яму я не перепрыгну А впереди большая яма Поэтому Вот если бы я сейчас мог бы выстрелить Прямо сейчас ракетой от стены И перепрыгнуть яму То есть сделать икон на высоту Я бы был молодец Но мне не хватит, скорее всего Длины, высоты и вообще расстояние Оно просто очень большое Вот, я буквально в самый последний момент Отстреливаюсь На 140 километров И начинаю давить Даже попал в зону Охереть Блин, 24,7 Я думал, кстати, 24 никогда не сделаю Прикольно Ладно, попробую это выложить Если кто-то захочет это посмотреть Уже более внимательно на ютубе Дайте знать Потому что, возможно, если такие Кусочки стримов выкладывать стоит Если вам это интересно То я могу попробовать еще Жду месседжи